Добрый вечер! Добрый вечер! Наш с вами коллега в этом смысле по полному, что называется, аппарату, но сегодня по его просьбе, это была его просьба, у нас встреча с ним и повод для этой встречи крайне интересный, я так понимаю, завораживающий, обещающий еще ряд неожиданностей в лице сенсационных, несенсационных, но новых исторических документов и фактов. Сергей Борисович, давайте сразу вам слово. Спасибо, Леонид. Собственно, что это за билет, кому он принадлежит и будет являться предметом моего рассказа, но сначала я должен обрисовать общую панораму. Полтора года назад со мной связался небезызвестный всем вам Сергей Евгеньевич Нарышкин, который тогда только-только перешел из председателя Государственной Думы России в директора службы внешней разведки. У нас с ним были очень хорошие рабочие отношения, и он просьбюро СВР поручил связаться со мной, уже в новой своей ипостасе, для того, чтобы подготовить материал к 110-летию со дня рождения и к установлению в Москве памятника генералу Фитину. Генерал Фитин абсолютно легендарная личность. Вы все его тысячу раз видели, это тот самый Юстас из «17 мгновений весны». Но если внимательно посмотреть фильм «17 мгновений весны», обращаются к нему на Владимир Николаевич, никаким Фитином не называют. И Фитин на момент выхода фильма «17 мгновений весны» был отстранен от всех должностей скромный начальник кинофотокомбината Союза Советских Обществ Дружб. Сейчас была восстановлена историческая справедливость, он возглавлял советскую разведку с 1939 по 1946 год. В Москве поставили памятник, меня попросили сделать о нем спецрепортаж. Восферд дали мне кое-какие материалы на него, которые я начал читать и начал расстраиваться, потому что там было написано все то, что мы с вами знаем. Любой маломальский образованный человек слышал об атомном проекте, слышал о кемрической пятерке. Да, имя Фитина добавлялось к этому рассказу, но ничего такого, чтобы можно было сделать оригинальный материал, не находилось. За исключением одной строчки воспоминаний самого Фитина, всего-то шесть страничек, в которых было написано, что в годы войны мы осуществляли заброску советской агентуры в оккупированную нацистами Европу и с помощью британских спецслужб. Странное словосочетание, я подумал, что за этим должна открыться космос. Он и открылся. Выяснилось, что примерно 15 лет назад в Лондоне были рассекречены документы о том, что в августе 1941 года было заключено первое и, я думаю, последнее соглашение о сотрудничестве советской политической разведки с британской службой диверсии и саботажа, по которому около трех десятков советских агентов были заброшены в тыл к немцам с помощью англичан и через территорию Британии. Их доставляли туда из Архангельска и Мурманска порожними кораблями северных конвоев. Когда я приехал к автору этой книги Бернарду Коннору, и забегая вперед, теперь мы с Бернардом опубликовали совместную книгу, Бернард разложил передо мной рассекреченные британские документы на этих людей. Я начал на них смотреть еще так, по диагонали. И говорю, Бернард, а ты знаешь, у меня первое ощущение, что эти люди не кадровые сотрудники разведки. Он говорит, а кто? Я говорю, по-моему, это Коминтерн. Он говорит, ну я и знать про это ничего не знаю, и оказывается, никому в голову не приходило ничего сравнить. Моя кандидатская была в значительной степени основана на архиве Коминтерна. Я у Бернарда попросил документы на пять девушек из 33. Три всплыли немедленно, две нашлись еще. Ну, собственно говоря, я вам даже покажу одну из них. По-моему, я правильно расставил. А, не туда, да, сейчас? Вот такая фотография наличитого в британских архивах на ту, кто прибыла в Британию под именем Елены Никитиной, ту, которую потом поймала гестапо и которая под пытками выдала свое имя Эльза Новке. Британцы арестовали гестаповцев, которые захватили ее, допросили их и предположили, что это Эльза Новке. В архиве Коминтерна обнаружилась Эльза Новке. И, по-моему, биографических деталей, фото, но совпадает, не нужно быть абсолютно физиономистом. Следующая девушка, которую мы обнаружили по британским документам, звали... Она прибыла по советскому паспорту на имя Анны Успенской. В ней предположили Франсин Фрамон. И фотографии нашлись в Коминтерне довоенная и в архиве Марисы Тереза времен войны. Как видите, она здесь улыбается. У нас были сомнения, она-то или нет. Но вот мы отдали это на экспертизу в МВД. Это уже оттуда пришло. И таких историй набралось довольно много. Судьба этих людей была разная. Кто-то успешно был внедрен и продолжил работу после войны на советскую разведку в качестве нелегала. Кто-то попал в лапы гестапо. Кто-то, к сожалению, попав в лапы гестапо и участвовав в радиоигре, вышел на свободу в результате советского ГУЛАГа к концу 50-х. Всякое там было. Но когда мы с Бернардом опубликовали серию статей научных, прежде всего в журнале «Международная жизнь», на этот счет в СВР так впечатлились, что я был зван в Яснево. И Сергей Евгеньевич Нарышкин через полтора года после начала этой нашей сними саги вручил мне толстую папку с документами, которую, в свою очередь, рассекретила службу внешней разведки. Как там сказали, придали гласность. Где речь идет об этих же самых людях. Но я вам не собираюсь пересказывать всю книжку. Я хотел сегодня остановиться на одной очень конкретной истории, которая касается Казани. И сначала показать вам фотографию вот этого человека. По всем внешним данным, немецкий военный. Это фотография его с как бы немцами. Он в военной форме, его окружают девушки. И, собственно, забегая вперед, я хочу вас сразу попросить, я не знаю ответа на этот вопрос, но я вас хочу сразу попросить приглядеться вот к тому домику в верхней части фотографии. Эта фотография была сделана в Советском Союзе. Это советский разведчик, как вы уже догадались, который был одет в немецкую форму и окружен якобы своими немецкими родственниками. Но фотография так и не была выдана ему при поездке в Европу. Она осталась в московском архиве. Потому что, внимательно приглядевшись к ней, советские спецслужбисты поняли, что домик сзади скорее советский, а не немецкий. Но видно, что это не в Германии, не в Австрии снято. Приглядитесь, это сделано фото на аэродроме. Не было ли на Казанском аэродроме старого такого домика? У меня есть большое подозрение, что эта фотография сделана в Казани. И здесь есть во что поглядеться. Его звали Леопольд Мрац. Он действительно готовился к этой командировке ответственно. На обратной стороне расписано, кто есть кто. Это моя сестра, это моя знакомая, это я, старый вояка. Вот это вот такой правильный документ. Но шифровали его здорово. Это его советский военный билет. Выданный в 41-м году, по-моему, да? 41-й год. В котором написано, что он мрац, что Лорец Мартынович, он был австрийц. Об этом я сейчас расскажу. Почему австрийцы, откуда? Ну вот если мы посмотрим следующую страничку его военного билета, вот, то их настолько шифровали внутри страны, что, как вы видите, группу учета НКО, то есть Наркомат Обороны, а не Наркомат внутренних дел. Хотя я могу вам сказать сейчас с точным знанием на руках, что это агент первого управления, то есть внешней разведки НКВД СССР под кличкой Марат. И даже написано, что он необученный, рядовой и беспартийный. Это его партийный билет на другое имя, выписанное во время гражданской войны в Испании. Много я уже набросал дат, названий стран и так далее, но здесь требуется еще более глубинное отступление. Большинство из нас с вами, даже те, кто увлекается историей, могу по крайней мере сказать про себя, вроде автор книг, кандидат наук, но про события в Австрии 1934 года я был вынужден читать с нуля. Шутсбунд. Много кому говорит это название. Несчастная Австрия после Первой мировой войны, после распада империи, оказалась в очень странном состоянии. Это была страна, разделенная пополам. Половина страны жили в социал-демократическом мире, играли друг с другом в футбол. Социал-демократы социал-демократами, ну или там коммунисты социал-демократами. Не плясали Чарлс Тон, потому что это был буржуазный танец. А вторая половина, это была те, кто в 1938-м радостно приветствовал Гитлера при Аншлюзе. В 1934 году между ними произошло вооруженное столкновение, и большая часть левых после уличных боев убежала через границу Австрии с Чехословакией, села в Бурно на поезд и отправилась в Советский Союз. Организация их называлась Шутсбунд, они вошли в историю как шутсбунтовцы. Они побыли здесь с разной степенью успеха. Кто-то довольно быстро вернулся, потому что не справились с советскими делами. Не буду углубляться, но хватало странностей. Кто-то что-то, ну очень многие из них потом отправились на фронт гражданской войны в Испании, в частности наш с вами герой, который здесь значится как Лео Генцель, но на самом деле, я еще раз повторяю, это Леопольд Мрац. Их операция называлась «Виски», куда они отправились из Казани, как мы уже выяснили. Напарником его был тот, кто вынесен на обложку, вот он в серединке, той самой книжки английской, на которую я уже ссылался, и с автором, который мы сейчас написали вместе книжку. И он, и другие авторы писали, а вот он в советской форме. Значит, Франц Лешил его звали. Но это тоже было одном из мелочей, но тем не менее, которое сподвигло меня на то, чтобы сесть и заниматься всем и матемриалом, потому что я сказал, ну какая же это советская форма. Скорее всего, она либо Югославская народная армия, либо испанская. Ну, конечно, потом, посмотрев фотографии просто других офицеров, антробригадовцев, ну вот видите, узнаваемое, этот околушек. Давайте я верну назад. Видите, какой околушек такой на фуражке. Ну и вот вам люди, участники гражданской войны в Испании, с числа интеробригадовцев, ровно в такой форме. Тот, кого я вам показал, давайте пока вернемся на эту классическую фотографию. Звали его Франц Лешиль. Он был напарником того, о ком я говорил до сих пор. И это, в принципе, вообще поразительная история. Он тоже австриец, тоже из шутбунтовцев. Он сын австриец, который попал в плен в Россию во время Первой мировой войны. И который так проникся всем происходившим у нас, что после революции стал сотрудником ЧК. Австриец, иностранец, вчерашний военнопленный, сотрудник ЧК. Потом он вернулся в Австрию, воспитал сына так, как воспитал. И Лешиль тоже отправился в Испанию. Где, судя по всему, и произошел первый контакт с советской разведкой. Потому что, когда он вернулся из Испании, он написал отчет в Коминтерн о своем пребывании там. И человеком, который может дать ему рекомендацию, подтвердить его действия в Испании, он называет Михайловича Орлова. Ну, пропущен Александр Михайлович Орлов, но это небезызвестный резидент советской разведки в Испании. Потом перебежчик, но это уже отдельная история. В документах о нем в Коминтерне уже за 1936-1937 год находим, что он работает... В Коминтерне прообладали немцы, поэтому очень большая часть документов в Коминтерне, они вообще на немецком, а не на русском. Потому что он работает в Абвере. Но имеется в виду не немецкий Абвер, а советский, коммунистический Абвер. В дополнительных документах на русском языке выясняем, что он работал в военной разведке, занимался пятой колонной троцкистами, выезжал из Испании на задание еще куда-то за границу, по моим предположениям, в Австрию. Ну а с началом войны, нашей войны, мобилизован, вернее, уступил добровольцем, опять же, в НКВД. Его оперативным псевдонимом был тот Марат, а этот капитан. Я обозначил двух участников. Я хочу еще рассказать про жену первого, с кого я опомнил, Мраца. Потому что последние документы, которые я достал до того, как на рассекречивание пошла СВР, были документы из архива Коминтерна, но уже даже не архива Коминтерна, Коминтерна был распущен, послевоенные документы, написанные его женой. Его жена тоже была советской разведчицей, была выброшена в Польшу в 43-м году, была арестована немцами, была вовлечена в радиоигру, дожила до 45-го года, вышла из тюрьмы, тогда уже советская армия приближалась. Вышла из тюрьмы, увидела на улице советского офицера, подошла к нему, сказала, что я дождалась, он отвел ее в СМЕРШ, сидела она под циктовкарм. По версии, которая приводит, как ни странно, ЦРУ, она была частью радиоигры, по версии австрийского портала жертв сталинских репрессий, ее вина состояла в том, что она выжила. Но она пыталась узнать судьбу своего мужа и опарника. Еще раз, настоящие их имена, Мрац и Лешин. Вот есть, сейчас дайте мне, пожалуйста, 20 секунд, потому что я закладку не сделал, но я вам просто прочту ее заявление в ЦК КПСС. Это не значит, что я уже все напечатал. Я как раз хотел с вами пообщаться, потому что мы явно эту историю можем в полтора раза увеличить. Значит, еще раз, речь идет о человеке, который иностранец, поэтому, хотя она уже давно живет в Советском Союзе, написано это на своеобразном русском языке. 28 ноября 1956 года в ЦК Компартии Советского Союза от Мрац Гильды Иогановны. Заявление. «Прошу помогать мне узнать о судьбе моего мужа, Мрац Лоренц Мартынов. Он родился в 1908 году в Вене, с 1934-го проживал в Москве, член КПА встрии с 1933-го года. В начале войны, в 1941-м он был с другими австрийскими коммунистами, призван в особые войска НКВД. В октябре 1941-го его отозвали для особой задания, и он был эвакуирован в Куйбышев. Как мы с вами теперь уже знаем, в Казань. Я, находясь в это время в Уфе, получил от него оттуда письмо. Это и был последний знак жизни, который я от него имел. До 1943-го года мне сообщали в органах НКВД, что он жив и здоров. С 1943-го по 1953-й я не имел возможности что-нибудь узнать о него, что я сама была на задании через Коминтерна, а потом арестована. В 1953-м году я пытался узнавать на многих местах, то есть Главное управление утренних и Конвойной охраны МВД, Управление милицией, Министерство обороны и так далее. Везде ответили отрицательно. Есть предположение, что он может на задании с товарищем Лешель австрийцем, который был признан через Генштаб Советской Армии. Но я не буду до конца читать, там уже всякие мелочи идут. Значит, вот как выглядел тот, кого мы видели в советской фуражке. Это его фотографии сделала Коминтерна, это его фотографии сделала НКВД, советской разведки. Они были теми, кто прибыл на пароходе из Архангельска в Шотландию, прошли дополнительные курсы по парашютированию радиодела в Британии и 4 раза их пытались сбросить над Германией. С этим было связано много проблем, по нынешним временам даже как-то про это не задумываешься, но радаров еще не было, а ПВО уже была очень сильная. Поэтому британские самолеты с советскими разведчиками летали только в промежутках между полнолуниями в облачную погоду, которая на месте высадки позволяла бы парашютирование. Это были вот такие вот крохотные вещи. Они улетели один раз, второй, третий, четвертый. Каждый раз была либо большая облачность, либо что, либо как. Когда представительство советской разведки в Лондоне, тогда оно было основано в главе с полковником Чичаевым, стояло уже на ушах. Есть гневная переписка между британской спецслужбой, хозяйкой и советской разведкой о том, когда же наконец-то вы их отправите. британцы решили их отправить в тот день, когда вообще нельзя было взлетать. Даже все вылеты бомбардировщиков были в тот день отменены. А за штурвал сел человек, который управлел вообще другими самолетами. Кого тут винить? Я не берусь через 70 лет, но факт есть факт, в тот день вылетов бомбардировщиков, союзников из Англии вообще не было. Но немецкое радио сообщило о том, что сбит одиночный английский самолет. Через много лет после войны, ну не через сильно много лет после войны, удалось найти охотника, который нашел этот сбитый самолет, который поведал столько деталей, что сомнений не остается. Это был самолет с этими двумя советскими разведчиками, там миллион всего совпадает. И он получил типа 500 рейхсмарок от Геринга из-за того, что обнаружил этот самолет. Это был один из первых случаев, когда у немцев в свою очередь возникло материальное доказательство того, что англичане завозят советских агентов. Их похоронили, их могила известна, находится в Баварии. Проблема, однако, в том, что когда выжившая вдова, вернее, получается, жена, они же пропали без вести, ее родственники и так далее вступили в переписку на этот счет с советскими органами, то в худших традициях нашего позднесоветского времени начались отписки. Я сейчас найду самую мощную из них. Повторяю, речь идет о двух героических людях, доказавших свою верность в конце 30-х. Выписка из сообщения консульского управления МИД СССР от 18 января 57-го года за номером КУ 1АВ 571-3449 входящий 2140 на номер 25В624 две трети текста вот из этого. Письмо от 4 июня 57-го года посольству СССР в Австрии было поручено сообщить австрийским друзьям, что Мрадс Лоренц Мартынович пропал без вести, находясь в суду немецких войск. свидетельство о его смерти органами МВД не могло быть изготовлено, поскольку данных о его смерти не имеется. Я почти закончил. Я хочу обратиться ко всем нам, как людям, просто интересующимся историей и конкретно к вам, живущим в Казани, откуда эти люди начинали свой путь на свое задание с двумя мыслями. С одной просьбой и с одним предложением. Просьба моя состоит в том, что давайте попробуем вместе, в московских архивах этого нет, попробовать найти, чем точно они занимались в Казани. Я думаю, что должны быть соответствующие документы в казанских архивах. Думаю, это не так сложно, скорее всего. Мое предположение у ФСБ, скорее всего, у них, а может быть в МВД, потому что это была НКВД в то время. Но действительно любопытно, что они здесь делали-то. Это суть и дело не меняет, но были это парашютные курсы или радиоделы, или что-то еще. А второе, мне кажется, что все мы коллективно могли бы наконец-то установить историческую справедливость, когда два советских разведчика, австрийцы, перешедшие в советское гражданство, отправившиеся, отвоевавшие в Испании, как не относились сейчас к коммунистической идеологии, принесшие себя на алтарь победы, будучи выходцами из страны, которая стала частью рейха, что они до сих пор числятся без вести. В то время, как мы знаем место их гибели, обстоятельства их гибели, и даже знаем, где они похоронены, мне думается, что было бы очень правильным, если бы, я не знаю кто, может быть, Казанский федеральный университет, а может быть, правительство республики Татарстан, а может быть, мы все вместе, в какой-нибудь следующий приезд делегации из Татарстана в Германию, благо речь идет об аварии, в Мюнхене все бывают часто, ну просто по-человечески хотя бы венок возложили на могилу этих людей, и как-то вернули их из небытия, от которого до сих пор веет вот этим постыдным советским, а мы вот знаете, медальоны не нашли, а может быть, они не были убиты, может быть, они там какой-нибудь заговор плели про попав без вести, вот, ну в общем, по сути дела на этом я заканчиваю, у меня Казанский след, если честно, еще в нескольких историях есть, мы сейчас сделали книгу про 1941-1942 год, есть еще шесть операций 1943-1944 года, которыми мы занимаемся, по такому же алгоритму, открытые британские документы, архив Коминтерна, справка из СВР, у меня уже все на руках, ну просто надо потихонечку сейчас садиться и дело делать, если не возражает ректор, я бы, может быть, подробнее эту историю, чем в книге описал бы для какого-то издания Казанского федерального университета, добавив все эти фотографии документа, а так бы вот я просто хотел выступить с такой инициативой и повторяю, искать у вас поддержки в плане поиска дополнительных документов о их пребывании здесь и увековеченной, не обязательно увековеченной памяти, но хотя бы решение вот такой очень прикладной задачи и я в свою очередь, тут я не досказал предыдущую свою мысль, я в свою очередь поищу другие казанские зацепки, ни одного авиабилета, ни одного командировочного удостоверения с надписью Казань у меня нету, все остальные касаются либо Куйбышева, либо Башкирия, но проскакивает Казань в документах, проскакивает у очень многих, уж как-то почему-то через Казань они добирались, думаю, потому что здесь были всякие разные структуры. Все фотографии показал, давайте проведем ревизию, потому что мы сейчас это Лешель, обратно, это мы с вами посмотрели испанскую форму, партбилет, военный билет, камуфлирование подемецкого офицера, девушки, я ведь билет. Я закончил. Если у кого-то сразу что-то появилось, аплодируемый не столько мне, сколько храбрости этих людей, если вдруг кому-то сейчас уже что-нибудь прямо в голову пришло, может узнал кто-нибудь домик на Казанском, как мне кажется, аэродроме, то давайте обменяемся в первом, и да, прошу вас, пожалуйста. Только учтите, что я часто бываю в республике, но всех вас не знаю, поэтому, если можно, представляйтесь. Позвольте представиться, подполковник ФСБ в отставке Кашапов Ровеля-Тафаевич. Я с удовольствием выслушал эту информацию и с большой радостью узнал, что наконец-то открываются архивы Коминтерна. Могу сказать со своей стороны, что архивы Коминтерна это самые засекреченные документы, которые хранятся в нашей стране. Там такие тайны, которые могут перевернуть всю историю прошедшей нашей страны. Ну, позвольте сегодня некоторые свои соображения по поводу вопросов, которые были поставлены. Здесь была показана фотография на фоне зданий. У нас есть краеведы. Надо посмотреть. Да. Они с точностью скажут, Казань это или нет, но я вот со своей точки зрения могу сказать, что это не Казань. Но краеведы есть те, которые знают досконально. Но старый же аэродром был, может там нет. Досконально. Следующий вопрос о билете из Казани. Значит, поскольку это было дело связано с Коминтерном, а Коминтер, готовили Коминтерновцев, ну, политические там и так далее, готовили в Уфе. И в 2004 году проездом в Уфу здесь, в Казани, становился выдающийся разведчик Германской демократической республики Маркус Вольф. Он до войны там в Уфе проходил подготовку и встретился с нашими сотрудниками. Оставил на память книгу свою под названием «Друзья не умирают». Правда? Через 4 месяца он скончался. Что касается этого билета. Сначала я подумал, что это связано с танковой школой, которая здесь существовала с 29-го года, а уже перед войной было танковое училище и во время войны именно в 41-м году 4 английских офицера прибыли сюда, в Казань, именно из Архангельска. Но они, правда, добирались поздно. И они несколько месяцев готовили наших специалистов по обучению вождения на английских танков, которые поступали к нам по Ленд-Лизу. Но поскольку здесь было связано с аэрофлотом и маршрут из Казани в Архангельс, я сразу предположил, и я думаю, что мои предположения будут правильными. Вот этот австриец, который забрашивался с помощью англичан на территорию Германии, он проходил, скорее всего, подготовку здесь, в Казани, в разведшколе, главного разведу управления Генерального штаба военной разведки. Это была не НКВД, а в 41-м году здесь, на территории Кремля, ну и здесь, на улице Дзержинского, здесь находилась школа разведуправления Красной Армии. И, скорее всего, что он там и проходил. Поэтому искать следы этого австрийца надо в архивах Главного разведу управления Генштаба России. Именно там. Потому что я, значит, занимаюсь вот такими вот делами, все, что связано с комитетом, как правило, зацикливалось на военной разведке. Я могу вам с удовлетворением сегодня сказать, что знаменитый советский разведчик Рихард Зорга, он тоже проходил, он не по линии НКВД, а по линии военной разведки. И могу с удовлетворением сказать, что готовил его для заброски на Дальний Восток наш земляк, первый председатель Титюрского райисполкома, первый военный разведчик Советского Союза, могу сказать, Адик Каримович Маликов. Он готовил его для заброски. И в своих показаниях 1937 года после своего ареста как троцкист, он об этом пишет, что он готовил, как он сказал, одного фашиста для заброски на Дальний Восток. А фашистам было известно, что членом этой фашистской партии был Рихард Зорге. Мне, кстати, посчастливилось, я и знаком с внуком Адик Каримовича Малико, он был репрессирован, потом в 1956 году был реабилитирован, полковник Маликов, потом преподавал в разведшколе. Еще хочу сказать, что с Рихардом Зорге работал тоже уже после войны в течение длительного времени наш земляк, фамилию которого я пока не могу вам сказать, потому что это не рассекреченные данные, но он с 1956 по 1961 год жил в Казани. Именно он работал во время войны с Рихардом Зорге, и у него родственники об этом, которые живут, к сожалению, сейчас на территории Украины, не могут сейчас выступить, но они об этом говорят, что в период работы Рихарда Зорга во время войны в Германии наш папа вместе с ним работал. Вот такая. Поэтому я со своей стороны окажу всяческое содействие Сергею Борисовичу в розыске. Вот посмотрим архивы у нас, сделайте запрос, но мне, во всяком случае не встречалось, хотя, может быть, по каким-то еще моментам может поищем. Со своей стороны хочу сказать, что нам мы можем гордиться тем, что здесь, в Казани получили путевку жизни выдающиеся советские разведчики. Это агент-нелегал в Вашингтоне в 40-е годы Ахмеров Исхак Абдулович, первый депутат Казанского совета, работал в Вашингтоне, имел на связи целый ряд агентов в число высокопоставленных, сотрудников американской администрации. Гарри Гопкинс был доверенным лицом у него, он самый главный разработчик операции СНЕГ, позволивший втянуть Японию в войну с Соединенными Штатами, а нам оттянуть войска с Дальнего Востока. В прошлом году одна из улиц Казани названа его именем. Следующий наш разведчик это Хамзин Шамиль Абдулзианович со своей супругой, он, кстати, первый пионер города Казани, со своей супругой, профессиональной актрисой Ириной Кариновной Алимовой, они под видом бизнесменов 13 лет на нелегальном положении находились на территории Японии, первый среди советских разведчиков получил данные о том, что Израиль разработал и изготовил ядерную бомбу. Следующий наш, первый выпускник и первый комсор Казанского авиационного института Горшков Николай Михайлович, резидент советской разведки в Риме, сумел заполучить 9 записных книжек, которые принадлежали Муссер Джалиле его соратникам и переправил эти документы в Центр, они попали в руки Фитина, но, к сожалению, в архивах пока мы не можем эти записные книжки найти. Николай Михайлович Горшков заполучил также техническую документацию на американских бомбардировщик Б-29, по которым изготавливался самолет, строился, вернее, самолет Б-4 у нас на Казанском авиационном заводе. Своей стороны, я вот то, что сказал, свои предложения, хотел бы вручить Сергею Борисовичу на память о нашей встрече книгу о деятельности органов безопасности Республики Атарстан. Спасибо. И заверить, что всяческое содействие мы окажем, но тут главное все-таки военная разведка. А это я сейчас прокомментирую, спасибо огромное. Микрофон ваш. Спасибо. Спасибо огромное. Замечательное выступление, масса новых деталей. Тут я, ну, несколько вещей, которые прозвучали. Ну, во-первых, к счастью, фонд 495 Российского государственного архива социально-политической истории, переводя на привычный язык, фонд 4-комментарный института Маркса, института Сталин, он, в общем, раскрыт. Там, я скажу честно, я бы сам, наверное, потонул бы, но там есть совершенно замечательный специалист, Светлана Марковна, Розенталь, ее главной специализацией является архив Сталина, она на кончиках пальцев его держит, а там иначе не получается, потому что Сталин в таких маленьких бумажечках писал заметочки во время заседания Политбюро, это систематизировать никак невозможно. У Светланы Марковны, она этим занимается. Я с Светланой Марковной скинул эти имена, у нас с ней были отношения, и она очень быстро это все нашла. Но, к счастью, действительно, все рассекречено. Комментарный институт всего до сих пор лежит, и пусть лежит. Я порой историю знаю, где во мне борются журналисты и исследователи, вот пусть еще лет 50 полежит, не надо, родственники живы, там всякое есть. Здесь, в общем, ничего рассекречивать не пришлось, это доступный материал. По поводу ГРУ и НКВД. Значит, сначала две, ну не то, чтобы системные оговорки, но важные. После дела Тухачевского ГРУ находилась под контролем НКВД. ГРУ докладывала Берия. Будучи составной частью генштаба РКК, она вот политически была под НКВД. Во-вторых, на этот счет существуют разные версии, документы я не видел. Но вроде бы в июле 41-го года был приказ наркома обороны или распоряжение ГКО о совместных действиях ГРУ и НКВД по всем направлениям. И поэтому там такой был симбиоз. Одни учились у других, и эти так же. Кто-то явно не вовремя звонит. Значит, больше того, вот из этих трех десятков человек, многие, согласно справке СВР, присланы нам, действительно говорят, это ГРУ. Но они были вместе в одних группах. Эльза Новке, которую я показал, первый ГРУ. В справке СВР, что-то говорится, она ГРУ. Но забрасывалась она с людьми из НКВД. В отношении всех двух людей, про которых я говорил сегодня больше всего, они официально агенты Капитан и Марат, первое главное управление НКВД, но могли пройти обучение и в школе ГРУ. Тем более, что специфические армейские вещи в НКВД и не было, а в ГРУ было. Так что на самом деле я думаю, что здесь найти можно. Называя вещи своими именами, конечно, архивы ГРУ никаким образом никто не покажет. Но видите, в архивах НКВД и комментарии все это в общем есть. Так что, думаю, что порыть можно. У меня тоже, я столько раз уже бывал в Казани, что я тоже, когда увидел этот домик на аэродроме, какие-то у меня сомнения были. Но с другой стороны, кто его знает? Столько всего построено и снесено, что может быть на старых фотографиях и вылезет. Я такого домика тоже не идентифицирую, хотя Казанский аэродром на удивление неплохо знаю. Я был даже в этой части авиаремонтной и ее живо представляю. А может быть он капошный какой-нибудь. Надо посмотреть. По крайней мере что-то вылезти может. Ну вот это мой короткий такой комментарий на этот счет. Но еще раз повторю, это важный момент. В данном случае ГРУ и НКВД не являются конфликтными организациями. Ну не в плане, понятно, межведомственной. Больше того, одна из сверхзадач книжки, которую мы выпустили, тут я уже немножко про свое скажу, но это просто для меня был очень важный момент. до тех пор, пока мы не начали сравнивать это с документами на Коминтерна, ну а теперь, к счастью, из СВР, все мы, начиная с 70-х годов, были, все мы, причем не только исследователи, все мы, были заложниками того, того, что такой ирландский сет, ирландско-американский Доннелла Салливан назвал гестаповским фильтром. И о чем впервые писал еще Леопольд Треппер, небезызвестный большой босс Красной Капеллы, еще в 70-е годы. Когда гестаповские зондеркоманды попали в плен, большей части британцам, ну и у нас тут один деятель сидел, они начали, конечно, себя подороже продавать тем, кто их допрашивал на советской английской стороне. Еще Треппер писал, что они выдумывали всякие небылицы, чтобы подороже себя продать, чтобы представить свою версию происходившего и так далее. И в результате, что в литературе, что в документах, мы очень многое о том, что же сделали советские разведчики, ну и с тех, кто был пойман, знаем со слов гестаповцев. И через 70 лет вот кому доверять, что они там рассказывают. А когда ты начинаешь сопоставлять документы, ты видишь, что вот здесь они неправы, здесь они придумали, здесь наши водили их за нос. Вот из числа этих героев здесь есть, я вот просто их высчитал несколько историй, где там, ну там есть еще одна девушка, Анна Успенская, она же Шифра Липшиц. На ней стояла печать, что она выдала все. А начинаешь читать ее показания гестапо, зная, что на самом деле происходило, а она запутывает гестаповцев. Она им говорит очевидности, которые ничего не меняют, но нанизывает на них столько всего, что на самом деле это не так. А читаешь гестаповская история. И больше того, я вам даже сейчас скажу одну вещь, она не полукромольная, она просто смелая. В известной степени даже термин «красная капелла» это результат гестаповского фильтра. Молодежь вряд ли в курсе. На языке немецких спецслужб радист был пианистом. Поэтому, когда были выявлены многочисленные радиостанции, работающие на Советские Союзы, закупированные нацистами Европы, они были названы коллективно «красной капеллой». И гестапо по этой «красной капелле» работало. Но в действительности, в числе резидентур советской разведки, по крайней мере до войны, да и с началом войны, были резидентуры разного ведомственного подчинения. То, о чем мы сейчас только что говорили. Скажем, действительно легендарный агент и корсиканец в Берлине, он был под НКВД. А Леопорт Треппер это ГРУ. Тогда это называлось РУ ГШРКК. Не важно, ГРУ. И мы подхватили вот этот термин «красная капелла», потому что для нем они все были ненавистными красными. И очень часто находимся в плену этого дела, иной раз не разделяя, где что. И повторяю, в данном случае речь не идет о конфликте военной разведки и политической, но каждый занимался своим делом. И мы вот в этом смысле какие-то вещи воспроизводим. Поэтому, когда я брался за эту работу, я сейчас пишу вторую историю, для меня было... Ну, я не изменю всего, но вот в этих конкретных историях, которые попались мне на глаза, одной из моих сфер задач было преодоление этого самого гестаповского фильтра. И в нескольких местах нам удалось это сделать. Ну, и сейчас, конечно, когда я с него предали гласности через документов, есть даже одна история, которую мы сейчас будем прям копать, 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 потому что... Может быть, кто-то из вас даже сюжет мы увидел недели-две назад на этот счет, потому что стояло клеймо на шифре Липшиц, которое я упомянул, а выяснилось, что реально предал парижскую группу НКВД вообще другой человек. Я свое работа там пишет, мы ее так... А! А они говорят, да, мы сами... Ну, там разбираться и разбираться еще. Ну, и последнее, что я скажу из философского, если не будет больше вопросов, вот, это совершенно побочная вещь, но я ее сформулировал для себя. Знаете, в данном случае речь идет, в общем-то, все-таки о героическом эпизоде. Ну, скажем, о героическом сюжете. И даже на... Для того, чтобы понять природу, обстоятельства, причинно-следственной связи героической истории из истории спецслужб, ушло 70 лет. Больше. И то до конца я сейчас обладаю большим количеством документов, на часть вопросов я их подвешиваю, у меня нет ответа. И мне на них не отвечают, а если я отвечаю, то такими намеками, что я понимаю, что еще лет 50 надо ждать. Я в этой связи просто всех призываю совершенно ответственно. Сейчас развелось такое количество всезнаек в вопросе спецслужб, особенно на фоне последних шпионских скандалов. Вы просто все все знают. Вот оно вчера произошло, а тебе вот уже версию, да нет, это так, это здесь из Кремля звонили, это так. Не верьте этим людям. Я точно по ходу написания этой книги приобрел, он у меня и был, но приобрел дополнительный иммунитет в этих вопросах многими десятилетиями спустя. Мы, может быть, узнаем, что происходило на самом деле. но на этом и состоит классика работы специальных служб, которые потому и специальны в любой уважающей себя стране. Ну вот у меня, наверное, все, если только нет каких дополнительных комментариев. Но договорились, будем порой ректору-то. Во-первых, большое спасибо за вот сегодняшнюю такую встречу. Здесь, когда Леонид представлял, Сергей Борисович назвал все практически известные вещи, за исключением, наверное, одного, что Сергей Борисович является еще человеком, который популяризирует, продвигает бренд Татарстана во всем информационном пространстве. Я же хочу вас прилетно поблагодарить, за то, что в преддверии встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича с премьер-министром Аббе в Японии, значит, в фильме, посвященном нашим взаимоотношениям, я имею в виду взаимоотношениям между Россией и Японией в новом формате, значит, вы очень хорошо представили и наш университет, и наш проект вместе с Рикеном и Каназарским университетом. Мы им не дадим, а им в инвестиции пустим. Да, достаточно хорошо прозвучал, за что хочется поблагодарить вас, поскольку именно в этом формате сюжет в университете он помогает и нам продвигаться. В то же время вот по предложению, которое здесь прозвучали, у нас есть Институт международных отношений в Востоке, ведение и истории, мы готовы, поскольку предоставить людей, которые будут помогать разбирать первичные документации, потому что во всех исследованиях очень важны так называемые полевые исследования. Вы и так занятый человек, здесь наш коллега только что выступил, мы готовы, там 5-6 человек в качестве помощников, они будут писать курсовые работы, дипломные работы, значит, выпускного характера, и я думаю, ребятам это тоже послужит определенным таким уроком для проведения исследований, особенно работы в архивах. Поэтому это официальное предложение. За вами постановка задачи, если вы не возражаете, мы готовы. Договорились. Ладно, спасибо большое. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, вообще можно это самое где-нибудь и подрабатывать в УЗОХ. Смотрите, какое у меня чувство хронометража благодаря телевидению. Уложились меньше, чем в пару. Еще есть вопросы, коллеги? Я смотрю, в руки. А, еще есть вопросы? Ну, давайте следующему выступаю, еще один, ладно, а то мы с вами взяли лопу. У меня будет вопрос по вашим творческим планам. Есть интересные связи о том, что была проведена операция Ультра в рамках расшифровки программы Энигма английскими спецслужбами. известная речь. Будете ли вы рассматривать эту проблему через систему Коминтерной или Красной Капеллы? Потому что это достаточно интересный сюжет, и есть очень противоречивые по этому поводу. Есть очень противоречивые, но вы знаете, у меня сейчас действительно на руках 30 человек. Надо посчитать, сколько вошло в эту книгу в первую. Человек 14, наверное. Вот, поэтому я на этом останусь. Но история, она, в общем, действительно противоречивая. В том объеме документов, которые есть у меня на руках, про нее ничего нет. Но вот особенно молодым ребятам, потому что как-то одновременно это все было на слуху, а потом как-то вот зря ушло. Ребята молодым надо объяснить, что существует стойкая теория о том, что через группу Шандра Рада, это подразделение Красной Капеллы, ну при оговорках всех в Швейцарии, британцы все-таки передавали Советскому Союзу часть из того, что они смогли расшифровать, взломав немецкий икон. В моем случае эта история вылезает всего один раз, не конкретно, а ну так косвенно. Был настоящий прообраз, их несколько было прообразов, но наиболее близкий к пастору Шлагу, его звали пастор Круит, он был голландец, Вильям Круит. Так вот, он и его сын, Ника Круит, были переброшены из Советского Союза, не помню, по-моему из Мурманска, не из Архангельска, из Советского Союза в Шотландию, на том самом корабле, который за полтора года до этого захватил немецкую подводную лодку, на борту которой оказалась работающая машинка Enigma, благодаря чему были вскрыты коды. Но это так, знаете, вообще тираж очень хорошо расходится, похвастаюсь, неплохо идут продажи, и второе издание издательства готовит, но конечно здесь есть некоторое разделение сознания, потому что когда погружаешься в тему, какие-то вещи, ну вроде бы, тебе кажется, что это очевидно, я периодически себя прям заставляю делать сноски, понимая, что массовый читатель, он не в теме, ну вот, а вот Enigma, это то-то. Но это, знаете, это как примерно как вот фонд Коминтерна, это лабиринт, ты в него входишь, и в него можно совсем потеряться, поэтому что касается творческих планов, сейчас мне дисциплинирующим моментом является наличие операции, я кстати так и не сказал, она называлась Ледоруб, операции Ледоруб, которую я исследую, хотя вот к вопросу о параллельных сюжетах, Ледоруб, это я вам по-русски сказал, она, значит, по-английски называлась Пик Акс, в документах НКВД она никак не называлась, значит, но, правда, в документах НКВД британская спецслужба называлась сектой, а в британских НКВД называлась YMCA, которая молодежная ассоциация, так вот, значит, считается, что британцы дали вот все эти операции по переброске названия Пик Акс, ну так, подначивая коллег из НКВД, потому что в сороком году Троцкого убили с помощью Пик Акс, но знали бы британцы, как они близко подошли к истине, потому что первый же агент, который прибыл на британскую землю в рамках этой операции, упомянутой мной шифрой Липшица, она же Анна Успенская, была завербована под кличкой Хуанита никем-нибудь Айтингоном и Меркадером в Испании в 1937 году, а это, соответственно, тот, кто спланировал и тот, кто осуществил убийство Троцкого в 1940-м, хотя существует субверсия, ее выдвинул мой французский приятель-историк Геом Буржуа, прочтя мою рукопись, что речь может идти не о Рамоне Меркадере, который был непосредственно убийца, а о его матушке Кридат, тоже удивительная женщина, которая, значит, поставляла в советскую разведку массово своих детей и вот так. Там много всего вот этого, но, повторяю еще раз, для меня дисциплина сейчас ледоруб, вот я от ледоруб доделаю, вот, а потом у меня сейчас есть на горизонте одна история, еще одна такая, советская английская, всеми забытый генерал Харламов, совершенно несправедливо, нет, он, к счастью, закончил все хорошо, у него в жизни сложилось, он был руководителем советской военной миссии в Англии, и вот у нас с вами в июне этого года будет 75-летие выставки союзников в Нормандии, мало кто знает, что вместе с англичанами, американцами, канадцами, физически высадилась и небольшая, но группа советских военных наблюдателей во главе с адмиралом Харламовым, существует фотография, вот мы сейчас эту историю хотим немножко так поковырять, да, да, конечно, я сказал, мы в пару уложились, нет, пара идет, извините, пожалуйста, может быть, я пропустила, когда вы в субботу ведете свою программу, или вот сегодня, чуть-чуть, да, я думала, у меня слышно, а, да, может быть, я пропустила, и вы говорили уже об этом, но мне хотелось бы задать такой вопрос, я понимаю, что книжка вышла на двух языках, нет, пока только на русском, она будет представлена в Лондоне и в Париже в следующем месяце на этих событиях, я вот хотела как раз узнать, как она воспринята в Лондоне в связи с нынешними серьезными отношениями, вы знаете, нормально воспринято, по крайней мере, в профессиональном сообществе, и Бернарда Коннора, и Гийом Буржуа, французский историк, они устоявшиеся фигуры у себя в странах, вот, я эту историю рассказывал тем, кто, как я полагал, и полагаю, потенциально заинтересована в съемках хорошего совместного документального фильма на этот счет, против не меня лично и не этой истории, а вообще, сыграло в настоящий момент обстоятельства, которые преодолимы. В BBC, но это самый очевидный партнер в данном случае, объявлен мораторий на создание новых фильмов о Второй мировой войне на годик, перекормили. Ну, это, слушайте, циничная логика нашей профессии, слишком было много выпущено всего, и художественных фильмов, «Донкерк», там и так далее. Вот они сейчас сказали, ребят, вот, 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 стоп, потому что, в конце концов, всем зарплату платят за рейсинг. Сейчас на этом хорошую историю не получишь. Поэтому я сейчас просто наберусь терпения, но, скажем, с Гийомом Буржуа мы сейчас делаем совместную статью в отношении, вот, как раз, шифры Липшетт, там, Роберт Бек, и так далее. И ее уже ждет с большим удовольствием журнал, который считается таким вот журналом, ну, такого истеблишмента французского, и никакого, в общем, видеосинкразии не наступило. нет, эта история, она интересна, и потом, знаете, есть всего две страны в Европе, где, когда ты говоришь «Европа», ты имеешь в виду кого угодно, кроме самих себя. Это Россия и Британия. Вот, и, значит, для англичан это где-то там, вот, за водой, вот, там, что-то, вот, калии видно, это Европа. И для нас Европа это что-то вот, ну, где-то там. То есть, нет, она, конечно, до Урала, но она все-таки там. И есть две страны, где действительно на уровне национального самосознания Вторая мировая война, вот, все еще, вот, это часть национального самосознания, это Россия и Британия. Поэтому, все, что связано со Второй мировой войной, воспринимается хорошо, и, в общем, люди, мало-мальски образованные, они, как раз, к этому периоду очень часто возвращаются в мыслях, в том числе, по поводу происходящего сейчас, потому что оправдали ли себя многие стереотипы друг от друга по ходу союзничества, оправдали. Назвать его безоблачным ни на одном этапе совершенно невозможно. Но нашли ли мы себя в силы перешагнуть через себя при возникновении физической угрозы независимого существования наших народов? Нашли. Вот. Сколько это продлилось? Ну, сколько получается? Четыре года. По нынешним временам в эпоху цифры, я думаю, продлилось бы недели две, в случае какой-нибудь Третьей мировой войны. Но потом, в следующие 70 лет мы об этом вспоминали. А атмосфера... Ну, послушайте, про наличие полковника Чичаева в Лондоне никто, кроме спецслужбистов, не знал. Но вот упомянутый мной адмирал Харламов был официальным советским представителем на вокзале на вокзале Юстон, его встречала толпа по разным оценкам от 5 до 7 тысяч человек. Поэтому оно разное было. Но главное, для меня это такой очень самоценный эпизод. И я считаю, что минимум познавательно к нему возвращаться. То есть, мне кажется, эта история больше, чем историография. Это история и про взаимоотношения разных народов, которые вот находят в себе силы. Хотя очень странно всего происходило с обеих сторон выше крыш. Я вчера читал документы, которые мне вчера прислали, о том, как даже в годы войны, даже для военного персонала сохранился визовый режим между Советским Союзом и Союзным Королевством. И к чему это привело, когда, помните, печально знаменитый конвой ПК-17? Попытка британцев отправить сюда госпиталь, в Ваенгу. Ух! Но, кстати, почему я про это читаю? Потому что наши отказались выпускать британских медиков без виз. А британцы на это сказали, ах так, тогда мы порожним бортом вот этих ваших разведчиков не отправим. То есть там как раз я вот именно в этом контексте эту тему начал изучать. Много всего. Ну, да. Позвольте мне. Сергей Борисович, ухватив сюда фразу о том, что вы продвигаете бренд Татарстана, я бы хотел обратиться к вам с просьбой. Во время войны в 40-е годы в Лондон выезжал известный татарский писатель, драматург, политический деятель, эмигрант, Гаяз из Хакки. Да, да, я видел. Есть ли у вас возможность узнать через английские архивы, с какой целью он там был? Дело в том, что эта поездка была зафиксирована немцами, и немцы после этого не доверяли и не разрешали ему приезжать в Германию. То есть для татарской общественности, для литераторов, для историков, очень важно, с кем встречался Аяз, с каких, какие вопросы он там ставил? Спасибо. вы знаете, как раз, есть такие странности, у нас нету закона о свободе архивной информации, но иной раз мы знаем больше, а в Англии все-таки есть очень недурственный закон о свободе информации. Очень недурственный. И он неплохо работает. И давайте мы просто, я сейчас дело запишу, первое, что можно сделать сразу, это залезть в электронную базу данных в национальных архивах. Там сейчас отцифрованного висит миллион всего. Я недавно занимался сагой с первой де-факто советской кругосветкой, это был ледокол Микоян. Он зиму 41 на 42 год совершил вынужденную кругосветку. 15 секундами позже британская переписка по его прохождению через подконтрольные порции. Так что там иногда бывает выложено. Другое дело, что есть такая тонкость, ну, в общем, знаю достоверно. Вот мы это довольно часто видим, когда публикуются иные американские, скользкие документы, то там черным, зачеркнуто то, что до сих пор секретно. Ну, и ты вот видишь, и ты уже начинаешь строить теории, что там может быть, как, чего. Британские архивисты разработали некий алгоритм, который позволяет компоновать документы таким образом, что они выглядят целиковыми, а на самом деле в них реально таки, да. Значит, я знаю от этого от одного очень уважаемого человека, который непосредственно общался. Ну, разговор у нас с ним был достаточно конфиденциальный. Ну, в общем, да. Но могу вам сказать, что по опыту вот этой истории, которой я занимаюсь, вот я вам сейчас почему показывал фотографии Франсин Фрамон, которые мы вынуждены были отправлять в лабораторию МВД. Потому что, значит, вот есть ее фотографии из архива Коминтерна. Их я нашел. Вот есть ее фотография во Франции, выкупированная из архива Мариса Тереза. А вот в британских документах, вот этих самых, там есть упоминание ее фотографии. А самой фотографии нет. Хотя внешне страница за страницей. Ничего не пропущено. То есть, судя по всему, это ее фотография на том отрезке, который интеллигентно. И внешне, ну, ты считаешь, что вот она идет, переписка там, повторяю, страница за страницей. Посему, конечно, я уже совсем в детали влез, исследовательские, но я как-то в этом поднаторил за последние несколько лет. Сначала я поднаторил в архиве Коминтерна. Там тоже надо знать, куда смотреть иной раз. Коминтерна же в архиве Коминтерна. Знаете, что есть какая была вещь? Почему вы говорите о том, что в значительной степени он засекречен? И в чем здесь правда? Значит, дела компартий рассекречены. Личные дела. Делятся на две категории. Одна, которая засекречена, поэтому я вот это все нашел, это пожалуйста. И есть вновь засекречены, они мелькнули в 90-е там, на несколько недель, по сути дела. Ну, месяцев иногда. И вновь сданы в российский государственный архив Органи. Новейшая история? И там они под грифом. Особный архив. Да. Ну, и вот есть у меня один дядечка. Я, конечно, может и прочту к концу своей жизни когда-нибудь его дело. Но вот сейчас, я просто знаю, что должно быть в этом деле. Оно передано как раз по этим критериям. Вот повторяю, пусть лежит еще лет 50. Не надо переворачивать на вот это все. Там на самом деле я не сейчас вам не назову ни страну, ничего, но просто скажу. Еврей, работавший на советские спецслужбы и в печальный период наличия пакта 39-41-го, в третьей стране, вышедший на сотрудничество с Абером, сгубивший 900 еврейских душ, который отправился в концлагерь. Ну, вы понимаете. И вот сын жив, внуки тем более. А человек вошел в историю всякими другими подвигами, ну и которые, в общем, да. Но был такой эпизод, он ужасен. Гнусь, который просто представить невозможно. Ну, зачем это рассекречивать? По мне, пусть она полежит лет 50, пока, ну, как бы живы вот прямые потомки. А скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу засекречивания еще на, там, какое-то десятилетие материала по гибели Сикорского в 43-м году. Ну, да. Почему англичане засекретили? А черт его знает. Я вам скажу. Да, да. Сикорский, просто, нет, у молодых, у молодых Сикорский ассоциируется с авиаконструктором, речь идет о польском. Генерале Сикорскому. Да, да. Да, речь идет о генерале Сикорскому, который как-то очень странно погиб в авиакатастрофе на Гибралтар, по-моему. Да, Гибралтар. Но я, кстати, не настолько погружен в эту историю, поэтому и не знаю. Ну, да, естественно, я на нее поеду, я все-таки сразу сказал, кто это, но не знаю. Ну, что, все, спасибо, да, или... Спасибо. Спасибо, ура.